Во вторник Александр Лукашенко произвел ряд знаковых назначений. Систему Министерства внутренних дел возглавил Юрий Караев. Его предшественник Игорь Шуневич днем ранее обратился к главе государства с рапортом об отставке. Президент эту отставку принял. Предлагаю немного познакомиться с новым министром МВД. Караев Юрий Хаджимуратович в настоящее время служит в звании генерал-майора. Профессиональный спецназовец с богатым опытом управления бригадами специального назначения. Он командовал спецназом в Гомеле, Бобруйске, возглавлял столичный ОМОН. С 2012 года заместитель министра внутренних дел, командующий внутренними войсками. Еще одно знаковое назначение. Министерство здравоохранения возглавил Владимир Караник. До этого он руководил минским городским онкодиспансером, где совмещал административную работу и врачебную практику. И день медицинского работника, который отмечается сегодня, стал хорошим поводом для моей коллеги Натальи Стельмах поздравить нового министра с профессиональным праздником. А Владимир Караник с нашей помощью адресовал приятные слова всем медицинским работникам. Интервью, впрочем, не обошлось и без острых тем. Например, какой диагноз министр готов поставить тем, кто утверждает, что скоро в дни европейских игр будет приезжать не ко всем. Здравствуйте, Владимир Степанович. Добрый день. Мы, наверное, первые журналисты в этом кабинете у вас. Да, первые. Ну, замечательно. Обживаться вам еще предстоит. Но я так понимаю, что перемен белорусскому здравоохранению следует ждать именно из этого кабинета. И какими будут ваши первые шаги на посту министра? Понятно, что стратегии будут обсуждаться на совещаниях в этом кабинете. Ну, а проводниками данной стратегии будут все сотрудники Минздрава. На сегодняшний момент эта работа уже начата. С каждым замом прокурации определены основные приоритетные направления. Вот сейчас вернулся с рабочего совещания в Белометтехнике, где мы обсуждали механизмы совершенствования закупок, повышения их прозрачности. Активно обсуждался вопрос из формации по поводу прогнозирования ситуации на лекарственном рынке и выработки мер по управлению данной ситуацией. Основное, ну, задачи никто не снимал. По поводу доступности и качества медицинской помощи. Как вы в целом оцениваете систему белорусского здравоохранения, если сравнивать ее с другими странами? Я сейчас говорю не о ближайших соседях, а о тех странах, на которые в этом смысле принято равняться. Часто равняются, например, на Соединенные Штаты. Если взять показатели, это материнская смертность, продолжительность жизни. Соединенные Штаты находятся далеко не на ведущих позициях, потому что там действительно есть определенное расслоение, либо кому-то очень, скажем так, прогрессивные технологии, либо вообще никакие. Если у тебя нет медицинской страховки, соответственно, ты получишь ту качественную медицинскую помощь, а плановую можно забыть. Когда многие говорят, так давайте водить страховую медицину, мы заплатим, но мало кто понимает, что более-менее приличная страховка в Соединенных Штатах стоит 15 тысяч долларов в год. У нас, благодаря, особенно этот год, это 6-летие отечественной системы здравоохранения, за эти годы была создана встроенная система. Последние 10-15 лет это был действительно период переоснащения. Благодаря очень пристальному вниманию главы государства, правительства, система действительно получила колоссальные возможности. И сейчас наша задача сделать так, чтобы эти все вложенные средства себя оправдали. И то, что касается технологий, то, что касается профессионализма медицинских работников, здесь никаких сомнений нет. Но иногда вот эти мелкие сбои, ну, во-первых, мелкие сбои системы здравоохранения, учитывая социальную важность этой системы, приводят к большим проблемам, скажем так, для населения. Новости с негативной коннотацией гораздо активнее тиражируются в СМИ. Это касается и медицины. Например, новости об очередной эпидемии. Вот сейчас в Гродненской области говорят о повышении заболеваемости кори. Этого действительно стоит опасаться и называть этой эпидемией, как некоторые ресурсы? Или это не оправдано? Нет. О никакой эпидемии ни в Гродненской области, ни в целом по республике речь не идет. Потому что 33 подтвержденных случая кори, но эпидемией назвать никак нельзя. Причем все эти уже люди, выписанные из больничных учреждений, все перенесли заболевания в легкой либо средней степени. Тяжелых форм не было, осложнений не было. Даже в благосфере кто-то обсуждал, что якобы студентка мединститута умерла от кори. То есть ничего такого осложнений не было. И здесь в первую очередь я бы на самом деле не распространял вот эти панические слухи, а просто информировал население о том, что у нас все случаи кори заразные. Их приводят сюда. Поэтому если вы хотите быть застрахованы, проверьте свой иммунологический статус. Либо если точно знаете, что не прививались, привейтесь. Ну, к слову о завозных болезнях. Еще одна якобы новость, которую определенные порталы тиражируют, о том, что при подготовке к вторым европейским играм в Минске специально освобождают палаты. Ну, чаще всего здесь упоминается больница скорой медицинской помощи. Как вы это можете прокомментировать? Ну, начнем, если можно, разговаривать про завозные болезни. Я хочу сказать, что все, кто участвует в обеспечении данных соревнований, они привиты, либо их статус проверен для того, чтобы действительно не было каких-то проблем в период проведения игр. То, что касается медицинского обеспечения, оно всегда осуществлялось по принципам рациональности и ненанесения ущерба доступности медицинской помощи. Надо понимать, что зимой пиковая нагрузка, количество вызовов 2,5 тысячи в сутки. Летом 1,5 тысячи. То есть, соответственно, на сегодняшний момент скорая работа с меньшей нагрузкой, то, чего не хватало, точно такие же резервы были выявлены в регионах, и эти резервы были переданы Минску. То, что касается больницы скорой помощи. Один из постов отделения нейрохирургии был закрыт на ремонт. В качестве компенсационных мероприятий были перенаправлены потоки пациентов в другие больницы. И на сегодняшний момент никаких проблем с нейрохирургической помощью в городе Минске это не вызывало. Вот сейчас ремонт закончился, и было принято решение выделить дополнительные ставки и именно укомплектовать этот один пост, половину отделения для оказания помощи спортсменов. Это было сделано для того, чтобы не забирать врачебные ставки из первичного звена, для того, чтобы не создавать напряжение для наших граждан, потому что не все говорят по-русски здесь, и англоязычные сотрудники нужны, и переводчики, и надписи на английском языках. Для того, чтобы действительно не создавать напряжение и не ухудшать доступность, были приняты вот такие меры. Но они почему-то получили диаметрально противоположную оценку. Есть все ресурсы для того, чтобы даже пиковую нагрузку в полторы тысячи вызовов в сутки обеспечить строго в нормативные сроки прибытия бригад скорой помощи. То есть опасения, что если ты вызовешь скорую в разгар игр, к тебе приедут только если что-то экстренное, тоже напрасны? Нет, естественно, напрасно. Спасибо вам за ответы и за то, что вы не закрываетесь от журналистов. Владимир Степанович, сегодня я не могу не поздравить вас и с профессиональным праздником. Спасибо. И по этому случаю, я думаю, вот этот большой ежедневник вам пригодится. Впереди много дел. Согласен. Много чего надо помнить, поэтому спасибо огромное. Вашим коллегам наверняка будет приятно сегодня услышать поздравления от министра. Дорогие коллеги, с праздником всего самого-самого доброго, профессионального роста, побольше профессиональных успехов и для того, чтобы вы никогда не разочаровались в той профессии, которую вы выбрали. Ну и мира в ваших семьях и в ваших домах.